Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я рад, что вы с разных стран смотрите проповеди, и я верю, что вы получаете благословение, Господь касается вас, Господь открывает вам какие-то истины, и я верю, что в момент проповеди лично Бог с вами может начать говорить. Вы услышите какую-то фразу, вы услышите Слово Божьего, какое-то местописание, вы начнете читать, Бог с вами начнет говорить. Вопрос такой, прежде чем я буду проповедовать, как оставаться живым сильным христианином. Послушайте, важно не только уметь принимать от Бога, важно еще уметь это сохранить до конца. А когда этот конец будет? Нам всю длинную-длинную жизнь нужно сохранить, наше спасение, нашу веру в Бога. И дьявол, он первый, кто не хочет, чтобы мы были настоящими верующими. Потому что верующих сегодня полно, которые живут во грехе и идут прямиком в ад. Вы не думайте, что в аду только неверующие. Там очень много верующих, которые недооценили любовь к Божью, которые не наблюдали за собою, которые относились к греху легкомысленно. И они шли, как, знаете, вол идет на убой. Они шли в эти ловушки дьявола, в капканы, и добровольно туда попадали, и не могли больше выбраться. Знаете, когда рыба попадется в сеть, ей очень трудно выбраться или на блесну. У дьявола есть равные наживки. Вот мы с другом разговаривали перед собранием и говорили о наживках. Есть наживки, на которые рыба не клюет, но есть наживки, на которые она бросается. Дьявол, он изучает тебя, чтобы узнать наживку, на которую ты бросишься. Когда ты схватишь эту наживку, этот грех, то он тебя может не отпустить. Это будет очень трудно. И вопрос такой, как остаться живым верующим, сильным верующим, верным Господу? Вот как дал обещание Богу следовать за Ним, служить, любить Его, чтобы до конца своих дней сохранить огонь, сохранить любовь к Богу и не отпасть от Бога? Как? Первое – это любить Бога, и второе – служить Ему. Друзья, Богу очень важно служить. Как служить Богу? Когда мы начинаем общаться с Богом, когда мы начинаем молиться, когда мы начинаем читать Слово Божье, общаться с верующими, мы начинаем видеть какие-то нужды. И когда мы предлагаем свою помощь, тем самым мы служим Богу. Знаете, как Иисус сказал, кто сделал добро для малых сих, для верующих, тот сделал мне. Представьте, если мы делаем добро для верующих, Господь записывает это на свой счет. Представьте, если мы обидим верующих, Господь тоже запишет на свой счет. И Господь говорит, когда вы касаетесь помазанника, вы касаетесь глаз Бога. Вы тыкаете глаз Богу, как вы думаете? Его глаз может захлопнуться. И мы знаем, что рефлексы происходят. Бог настолько, как бы на свой счет все записывает. Иногда мы физически не видим Бога, но Он в братье и в сестре, Он в человеке, Он в верующем. Поэтому важно служить Богу. Как? Господь вам откроет, Господь вам подскажет. Все начинается с маленького, то, что вы по силам делать. Как Иисус, Он призвал своих учеников, Он говорит, помогите, рассадите людей по 50 человек, представьте их служение. Что здесь такого духовного? Вы просто представьте. Вот я Грише скажу. Гриш, вот люди придут, по 50 человек рядами рассади. Ну что, Гриша не справится, что ли? Он скажет, так, люди дорогие, ровно по 50 человек садимся в ряды. Это служение Богу, потому что Бог это тебя попросил сделать. А потом тех, кого Он просил сажать людей просто, знаете, следить за порядком, Он их попросил нести Евангелие по всему миру, в чудесах и в знамениях. То есть, служение начинается с маленького. Все начинается с маленького. Насколько ты верен, насколько ты хорошо выполнишь служение, которое тебе доверили, настолько это определяет твое будущее служение Богу, насколько оно будет помазанным, насколько оно будет сильным и эффективным. И плюс, представьте, чудо какое, или даже, можно сказать, парадокс, или невероятное что-то, что мы не просто в ад не попали за свои грехи. Мы попадаем на небеса, и плюс еще ко всему, нас ждет великая награда на небесах, за то, что мы служили Богу. Аминь. Служите Богу там, где вы есть, в тех городах, в тех странах, в церквях, где вы находитесь. Служите Богу. Делайте то, что вы можете делать. Спросите, если вы не знаете, чем служить Богу, подойдите к служителям, спросите, что я могу делать в церкви, чем я могу быть полезен. И вам обязательно скажут. И все начнется с маленького. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Ощущение вечности». Каждому верующему человеку необходимо понять некоторые вещи, после которых жизнь человека меняется. Первое. Это то, что Бог, в Которого мы верим, Он вечный. Он вечный. У Него нету начала, нету дня рождения, нету. И нету дня и конца, дня смерти, нету. Бог, в Которого мы верим, Бог, Который призвал нас, и поэтому мы поверили, не имеет конца. Он вечный. И вторую нам нужно важную истину понять, что я человек, я тоже вечный. Я вечный. У меня есть начало, но у меня нету конца. У меня есть день моего рождения, но у меня нету конца моей жизни. У меня есть конец физической жизни. Это у всех. В Библии написано, как положено людям однажды умереть, а потом суд. В послании евреям написано. И там написано, что людям положено. Просто представьте, людям положено умереть. Чтобы перейти в духовную жизнь, тебе нужно прожить земную жизнь, умереть. И тогда ты выходишь из тела, оставляешь свое тело, физическую жизнь и переходишь в духовную, вечную жизнь. Нужно понять истину, что есть земная жизнь, которую мы живем, и есть небесная жизнь. Земная жизнь, которую мы живем, она временная. Это нужно очень хорошо, как бы не просто понять умом. Ну да, мы все временные, мы все. Нет, ты должен это ощутить. Ты должен как бы пропустить это через себя. Пережить, прочувствовать то, что все на земле. Вот посмотреть просто другими глазами. На что бы ты ни посмотрел, на что бы ни упал твой взгляд, ты должен понять и ощутить, что все это временно. Все это временно. Люди, которых я вижу, временные. Сегодня я их вижу, завтра я их не увидел. Спрашиваю, где он? Нету его больше. Все временно. Даже, я вам скажу, в новых вещах уже заложен код старого. Ты покупаешь новые вещи, только он уже не новый. Ты только Новый год встретил, он уже не новый. Он уже не новый. Уже почти два месяца прошло, полтора. То есть, что ты вот встречаешь в жизни, думаешь, о, это навсегда, это навремя. Давайте мы прочитаем местописание. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. 15-19. Первое Коринфянам, 15-19. Апостол Павел обращается к верующим в Коринфе и пишет. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Просто представьте себе. Павел говорит к верующим. Если мы надеемся на Христа, знаете, сколько верующих верят во Христа? Но их жизнь заключается только на земле. Они не имеют жизни вечной, как бы они ее не ощущают. Они живут только землей, только земным. Их молитвы сводятся все только к земным вещам. Они не планируют жить в вечности. И это приносит большое горе. И Павел пишет, что такие люди несчастнее всех человеков. Просто представьте, люди, которые верят во Христа, только в этой жизни. И если мы в этой только жизни. То есть Павел подразумевает, что есть еще жизнь после этой. И он пишет, что если только в этой жизни тебе нужен Христос, ты только его сюда магнитишь и призываешь только, то горе тебе, ты не познал Бога. Ты не ощутил Его вечность. Ты не понял, что ты готовишься жить для вечной жизни. С самого рождения люди, когда рождаются на земле, они к чему-то готовятся. Мальчик готовится стать парнем. Парень готовится стать женихом. Жених готовится стать мужем. Муж готовится стать отцом. Отец готовится стать дедом. Дед готовится стать прадедом. Знаете, мы все к чему-то готовимся всегда. Девочки, они готовятся стать мамами. Их все игрушки, все, что их окружает, показывает, что их ждет в будущем. И вот иногда думаешь, зачем тебе эти куклы? Будут эти, а ты уже уставать будешь, не будешь высыпаться. Отдыхай сейчас. Нет, ей надо вот уже с детства нянчить. Потому что она готовится, готовится. Понимаете? В нее заложено. И она ничего не может с этим сделать. Материнский инстинкт. Слушайте, в нас каждого человека заложен дух Бога искания. Дух, который ищет в вечности. Как бездна бездну призывает. Это наш дух. Он предназначен для вечности. Что такое вечности? Вечность – это присутствие Бога. Это Его естественная среда. В вечности нету время. Когда человек выходит из тела, у него моментально теряется время исчисления. Там нету больше секунд, там нету больше часов, лет и так далее. Нету больше. Многие верят в Бога и обращаются за помощью к Нему. И только земная. И там в молитвах все только о земле и о земле. Но я не скажу, что это плохо. Я скажу так, что если эта молитва только о земных каких-то вещах, то у Бога есть намного больше, что Он может открыть нам. А когда у людей таких спросишь, у которых все сводится только к земле, если ты заговоришь о вечности, у них, и мне интересна эта тема, они не знают, что на эту тему говорить. Если ты спросишь, что тебя ждет в вечности? Ты вообще, когда умрешь, ты пойдешь на небеса? Ты спрашиваешь это не у неверующих. Ты у верующих можешь это спросить. И они скажут, я не знаю. Там Бог рассудит, там Бог посмотрит. Друзья, это все невежество. Это все происходит от незнания Писания, от незнания Слова Божьего. Если мы возьмем в руки Писание и вместе со Святым Духом начнем читать Библию, мы увидим, мы увидим, что люди, которые верили в Бога, они не мертвы, которых уже нету несколько тысяч лет. Сам Бог является Моисею. И говорит Моисею, выведем мой народ из Египта, из рабства. Они страдают. Я хочу их вывести в лучшую землю. Я хочу им дать хорошую жизнь. И Моисей задает вопрос Богу. Это логично задавать Богу вопрос, потому что такое предстоит, знаете, миссия такая. Моисей задает вопрос. От чего имени я пойду к фараону? Как я представлюсь? Как мне представиться? Скажи Бог, Бог ему говорит, скажи Бог Авраама, Исаака и Иакова посылает тебя. Бог не будет называться мертвыми именами. Это говорило о том, что они живы. Когда Иисуса спрашивали, кто ты? Он говорит, от начала сущий. И они смеялись над ним. Они смеялись. А он говорит, я видел Авраама. Иисус говорит, представьте, Иисус говорит. А Иисус выглядит, как молодой парень, 30 лет. В то время ему было 30 лет, когда он был на земле. И он говорит, я видел Авраама. И когда я увидел его, он обрадовался. И они смеются и говорят, тебе 50 лет нету. Ха-ха. И ты видел Авраама. Ты знаешь Авраам, сколько лет назад был? Понимаете? Люди, которые вообще не понимают, что такое вечность. А на самом деле Иисус существовал до рождения на земле. И он видел Авраама. Когда последний день к Аврааму пришел, Авраам вышел из тела. И он встретился с Иисусом. И он возрадовался. Потому что Иисуса ожидала вся земля. Его ожидали и мы, и ожидали старозаветные верующие. Потому что без крови, без пролития святой крови, а они не могли войти в присутствие святого Бога на небеса, они ждали этого момента. И они так обрадовались. То есть мы видим, что Авраам живой. Авраам никуда не делся. Мы видим в притчах, Иисус говорил об Аде, о Рае. Он говорил, что умер богач. Он очень красиво одевался и каждый день блистательно пиршествовал. И очень жил на широкую ногу. И возле его дверей дома лежал нищий. И он, этот нищий, желал хотя бы крошками хлеба напитаться падающих со стола этого богача. И богач не давал ему. Неужели тебе трудно хотя бы вынести еду, которую ты не доел, просто дать ему? Не давал. И вы знаете, как в Библии написано. Собаки, псы, дворовые псы, которые бегают по двору, приходили и лизали его с трупья, болячки его. Потому что он лежал, этот нищий. И они приходили и болячки лизали. У собак было больше сердца, чем у этого богача. Они были добрее к человеку, чем этот богач. О чем богач думал? Я вам скажу о чем. Что он вечный. Он не задумывался. Почему? Потому что это самое большое горе, когда человек думает, что он вечно будет жить на земле. Это то, как думают сегодня все люди. Хоть они тебе и скажут, да, мы все не вечные. А они считают, что они вечные. Я вам точно скажу. Каждый человек, он не верит в свою смерть. Как я могу это доказать? Вы спросите. Как ты можешь так говорить и убеждать? Ведь многие верят. Слушайте, то, как люди живут, показывают, во что они верят. То, как они живут. То, как они строят планы на жизнь. И куда они вкладывают свои ресурсы, свое время, свои деньги. Показывают, что является ценным для них. Из этого можно сделать заключение. Чем они живут и о чем они думают. Послушайте, есть такой главный персонаж Нового Завета после Иисуса Христа. Это апостол Павел. И до Христа Павел, он жил одними приоритетами. А когда он встретился со Христом, он столкнулся просто. Он поговорил даже с ним. И он спросил, кто ты, Господи? Я вообще не в курсе, кто ты. Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И с того момента Павел посвятил Иисусу всю свою жизнь. И дальше в посланиях он пишет, как резюме своей жизни, цель своей жизни, смысл своей жизни. Самое важное, чем он живет каждый день. Он пишет, для меня Христос, для меня жизнь – это Христос. И смерть – это приобретение. Как я могу с уверенностью сказать, что Павел жил, потому что он жил для небес, для вечности? Как? Как я могу об этом узнать? Из слов, которые говорит Павел. Он говорит, для меня жизнь – это Христос. Для многих жизнь – это удовольствие. Это еда, одежда. Но мы все одеваемся, мы все и кушаем. Просто есть категория людей, как в прошлый раз мы говорили, что только об этом думают. Это неплохо думать об этом, пойти в магазин, что тебе купить. Но если ты больше ни о чем другом не думаешь, то это плохо. Потому что у тебя есть вечная душа. И я скажу так, что многие люди достигли хорошей жизни на земле. Как бы поднялись с низов, можно так сказать. И они улучшили свою жизнь. Физическую жизнь. И хорошая жизнь. И я хочу обратиться к таким людям и сказать, если вы могли наладить свою физическую жизнь, жизнь, которая у вас временная, и сегодня даже она может прерваться, насколько вам необходимо подумать о вечной жизни, которую вы будете жить и никогда не умрете. Насколько вам нужно задуматься о вечной жизни. Друзья, мы с вами взрослые люди. И мы понимаем, чтобы мне завтра поесть, мне нужно сходить в магазин. Ну нормально, как бы, в порядке вещей. Это естественные вещи. Мне нужно сходить в магазин, купить продукты, положить в холодильник. Чтобы завтра, когда наступит завтра, которого еще нету, чтобы завтра мне было что кушать. И это нормально. Это ненормально, когда у тебя стресс насчет завтра. Когда у тебя все нормально, а ты планируешь до десятого поколения, переживаешь, и тебе некогда, и ты весь в суете. И ты еще не заработал всех денег. Вот тогда проблема. Ощущение вечности, друг мой, ощути вечность. Позволь Духу Святому открыть свои же глаза, чтобы ты понял, что все на земле, шаткое, оно сегодня есть, а завтра нету. С утра было. Знаете, Библия говорит, что есть жизнь человеческая. Это как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Встает солнце, высушивает пар. И нету больше. Вот так и жизнь человеческая сравнивается с паром. И так и действительно, когда задумываешься, так и есть. Это пар. Ощущение вечности помогает нам изменить отношение к жизни. Так как если человек ушел в вечность, изменить больше ничего нельзя. Друзья, слушайте, наш плюс в том, что мы еще не ушли в вечность, и у нас все еще можно изменить. Ой! Тем можно прожить эти годы жизни до конца счастливыми вместе с Иисусом. Творить его волю на этой земле. Никогда не останавливаться. Никогда не уходить назад. И быть ему верным всегда. Качественно подготовиться к вечности. Качественно. А я скажу вам так. Если вы знаете, что к вам придут гости, а вы что, не готовитесь? Вы готовитесь. Правильно? К вам придут гости. Так же и здесь. Если вы знаете, что вы придете в гости, вы водворитесь. Выйдете из тела и будете жить на небесах с Богом. То вам нужно подготовиться к этому. Приоритеты. Зная наперед, что ждет нас впереди, можно многое изменить. Вот он плюс. Вот он главный плюс. Что заранее, зная, можно многое изменить. Бог хочет, чтобы ты был счастливым. Отчего ты счастливый? Представь, ты переезжаешь с однокомнатной квартиры в семикомнатный дом. Ты что, грустить будешь, что ли? Да, ты когда будешь коробки собирать, ты будешь с радостью собирать. И ты скажешь, о, какая радость. У меня будет свой дом. Или ты будешь грустить. Когда ты знаешь, что тебя ждет. Послушайте, это тоже своего рода благодать. Потому что многие верующие о вечности не задумываются вообще. Глядя на их отношение к христианской жизни, на их не только поверхностное отношение, не глубокое, а я скажу даже наплевательское отношение на христианство, на Слово Божие, на церковь и на служение Богу. Легкомысленный подход ко всему. Я могу сказать, это глупые христиане. Это христиане, которые просто как будто находятся в беспечности. Как маленькие дети, ни о чем не заботятся, обо всем позаботятся. Послушай, здесь ты должен сам позаботиться о своем будущем. Ты сам должен выбрать Христа. Ты должен сам осознанно от чего-то отказаться, чтобы что-то выбрать. Слушайте, если спортсмены отказываются от эклеров, от вкусных булочек, от сахара, от того, от сего, они отказываются, и они посвящают свою жизнь какому-то спорту. Сфотографировали и все, и забыли его. И он готов ради медали работать. Слушайте, почему? Потому что он знает, он знает, у него есть цель. Слушайте, насколько нам необходимо подумать о своей душе. Необходимо общаться с Богом, чтобы нам действительно быть спокойными и не стрессовать. Так я попаду на небеса или нет? Так я когда умру, я куда попаду? Так тебе не надо будет стрессовать. У тебя такая радость будет, когда ты едешь куда-то в поездку. Ты что, переживаешь? Ты едешь отдыхать куда-то. Ты что, грустный? Да ты такой радостный. Так вот что такое небеса. Это такая великая радость. О, я скоро поеду на небеса. Это скоро может быть и через 30 лет, и через 2 дня. Это неизвестно. Но ты готовишься. А как ты готовишься? Ты общаешься с вечным Богом. И когда ты с Ним общаешься, ты принимаешь Его природу. Ты понимаешь, вот оно, что самое надежное в жизни. Вот оно, что самое стабильное. Это как скала Библия сравнивает Бога со скалой. Годы пройдут. Скала как стояла, так и стоит. Бог – это тот, на которого ты можешь надеяться. Бог – это тот, которому ты можешь верить в свою жизнь и свое будущее. И Он позаботится качественно. Потому что это Он возлюбил нас, а не мы Его. То, что мы говорим, мы любим Бога, это всего лишь влияние Божьей любви на нас. И теперь мы в ответ Ему говорим, Бог, и мы Тебя любим. Потому что это Он заинтересован в нас, чтобы мы пришли к Нему. Это Он заинтересован, чтобы после земной жизни я поселился у Бога на небесах. Это Он заинтересован. Поэтому, если я буду прилагать усилия, если я буду общаться, и я буду читать Слово Божие в Библии, Бог обязательно будет мне говорить, обязательно меня будет подготавливать, обязательно будет утешать меня. И я вам скажу так, героя Библии, апостол Павел, например, он знал время своего отшествия. Он знал, о, мне еще не время умирать, я еще буду служить. Его даже побивали много раз, побивали камнями, и его невозможно было убить, потому что день его еще не пришел. И он это точно знал. И он говорит, бесполезно, вы можете меня убить, но Бог меня воскресит, и я буду жить дальше. Но через некоторое время, потом уже, Павел говорит, все, время моего отшествия настало. И мне готовится венец, мне готовится венец славы на небесах. Так, Павел, откуда ты знаешь? А потому что Павел проводил время с Богом вечности. Послушай, Бог, в Которого ты веришь, это не магазин. Пришел, получил и ушел. С Ним это личность, он твой отец. Он хочет иметь отношения с тобой, он хочет общаться с тобою. Ты говоришь, я не умею. Как умеешь? А все дети не умеют общаться с родителями. Мы когда родились, мы что, сразу заговорили, что ли? Во сколько лет мы заговорили? В два, в три только? Какие наши слова были неуклюжие? Агу. Что это такое? Агу. Говори давай нормально. Я тебе не для того и урожал, чтобы ты агу говорил. Так мы понимаем, что пройдет время, и нормально он заговорит. И я, знаете, когда я смотрел на своих маленьких детей, я думаю, о, классно, придет время, я с ними даже поговорить смогу, поспрашивать вопросы. И сегодня я могу с ними разговаривать. И меня могут сегодня вопросами в тупик ставить. Ну, как им кажется. Давайте сейчас обратимся к Богу. Субтитры сделал DimaTorzok